Анна Львовна Аристарх Иванович, вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правлении и дайте ему знать о таком несчастье. Только вы, голубчик, не сразу, не оглаушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Вы подготовьте его сначала, а потом уж... Михаилу Петровичу, голубчик, здравствуй. Ой, и пылюкать же у нас на улицах. Ой, мамочки мои, прости, пиши, пиши, пиши. Я тебе мешать не стану. Ой, шел я тут по бульвару, думаю, в этом доме Миша служит. Дай, думаю, зайду и дело у меня к тебе есть. Посидите, Истарх Иванович. Погодите, я через четверть часика кончу, тогда и потолкую. Ой, душно тут у тебя как, ой, как душно. А на улице весна, рай господний, птички. И главное, Мишенька, свобода. Вот я, например, хочу в портерную, хочу на трамвае туда-сюда. И никто мне на мозги не капает, где ты был. И дома никакая женщина не спросит. А где же это тебя носило? Вольно, брат, свободно. Я сейчас вот кончу, тогда и... Пиши, пиши. Хорошо, если жена попадется не дьяволица какая-нибудь, не сатана в юбке. Вот взять хотя бы, к примеру. Пока холост был, на человека похоже, что был, а? А как женился на своей, на этой? И захерел, и в меланхолию ударился. Насрамила она тебя, Миш, на весь город, из дома выгнала. В нашем разрыве виноватьяни она. Ай, оставьте, пожалуйста. Знаю я ее. Злющая, своенравная, противная, лукавая. Что ни слова, то жало ядовитое. Что ни взгляд, так нож в спину острый. А что в ней, в покойнице ехистово, так выразить-то невозможно. Какой-то такой покойница. А кто сказал покойнице? Мне что я сказал, пока никто не говорил покойнице. Не знаю, бог с тобой. Уже он и побледнел. Не, ухом слушай, а не брюхом. Мишенька, а? Вы были сегодня у Анюты? Заходил утром. Лежит. Прислугой помыкает. И то ей не так, и это ей не так. Невыносимая женщина. Не понимаю, за что ты ее любишь, бог с ней совсем. Дал бы бог, хоть развязала бы она тебя несчастного. Пожил бы ты на свободе. Человеком бы сделался, повеселился. Ну, на другой бы женился. Легко рассуждается, Исарх Иванович. Любовь не волос. Так сразу и не говоришь. Да, есть за что любить. А кроме айхистства, ты от нее вообще ничего не видел. Да не любил я ее. Да бог с ней. Царство, конечно, и небесное, вечный покой и все. Но не любил я ее. Грешный человек. Так послушайте, Исарх Иванович, вы уже второй раз проговариваетесь. Умерла, что ли? Кто? Кто умерла? Никто не умирал. А только не любил я ее покойницу. То есть, тьфу, какой покойница? Анюту твою. Исарх Иванович, ну не мучайте меня. Скажите, прямо умерла, что ли? Уж так прямо сразу и померла. Ну как ты, брат, все сразу? Ну, а хоть бы и померла. Все помрем. И ей, стало быть, помирать надо. В котором часу? С тобой, брат, и говорить совсем нельзя. Словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил. Ну, чего ты слюни распускаешь? Ну, поди полюбуйся. Живехонька, а? Когда заходил, мне с теткой ругалась. Тут отец, смотри, панихиду служит. А она на весь дом орет. Какую панихиду? Зачем ее служить? То есть, ну, никакой панихиды ты и не было. А что-то вот такое? Да ничего не было, ну. Ворочите вы меня. Теперь понятно. Зачем ты вся дипломатия? Умерла. Здравствуйте, сказали бы, что умерла. Ну, как тебе сказать? Ну, не то, что совсем померла. Ну, это. Ну, вот ревет. Отчего ревет, спрашивается. Миша, да ты в своем уме. Ну, да ведь не умерла еще. Доктора говорят, надежда есть. Миша, Миша, говорю тебе, что не померла. Ну, хочешь вместе сейчас к ней поедем? И откуда он выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был упокойницей. Фу, то есть не упокойница у Ваньки твоей. Да, идите вы. Ступайте вы к нему сами. Сами его подготавливайте к известию, а меня уж избавьте. Не желаюсь. Не желаюсь. Два слова ему только и сказал. Чуть только намекнул. Ну, глядите, что с ним делается. Все, помирает, помирает. Все, уже без чувств. В другой раз, да ни за какие коврижки. Сами идите. КОНЕЦ